Хорошего рабочего дня и надеюсь, что сессия сегодня будет чрезвычайно продуктивной и интересной, и мы сможем сделать, и вы с удовольствием будете приходить на все мероприятия, посвященные клиническим исследованиям, организуемые в рамках этого симпозиума. Так, ну, со стороны Кокрейн, да, я представлю, пожалуйста, это Лилия Евгеньевна-Зиганшина, это директор Кокрейн России, Екатерина Викторовна Юзина, это со-директор Кокрейн России, Елена Владимировна Вербицкая, это эксперт Кокрейн, сотрудник нашего института первом медицинском, да, и, пожалуйста, Лилия Евгеньевна, наш первый сообщник. Глубоко уважаемые члены президиума, глубоко уважаемые коллеги, разрешите поблагодарить организаторов этого великого форума «Белые ночи», ну, и мы взаимодействовали лично с Артемом Николаевичем, лично Артемом Николаевичем за организацию этой сессии утренней, и всех вас за то, что вы пришли, мы, конечно, очень рады, это для нас большая честь представить представление Кокрейн о клинических испытаниях на этом большом форуме наших отечественных ученых. Ну, и вот я начну, мы, Артем Николаевич, чуть-чуть с Екатериной Викторовной поменялись, я сейчас начну, Екатерина Викторовна всю большую презентацию первой продолжит, и я сделаю вторую презентацию с упором на клинические исследования, хорошо? Поэтому я сейчас освоюсь, вот на вас, наверное, надо, да, наводить? Вот. Итак, уважаемые коллеги, это заглавный слайд нашей презентации, кроме того первого открывавшего «Белые ночи», столь приятный здесь это заявление об отсутствии конфликта интересов, и я вновь хочу поблагодарить организаторов и вновь лично Артема Николаевича, Кокрейн не принимает какого-либо конфликтного финансирования, и наш приезд сюда обеспечен целиком Ассоциацией онкологов Северо-Запада. Большое спасибо. Ассоциация Артема Николаевича, большое спасибо. Ну и далее, уважаемые коллеги, вот это тот первый слайд, который я озвучу, и дальше предоставлю слово Екатерине Викторовне. Мне очень приятно показать его вам, он и свежий, и исторический одновременно. Он показывает нам сэра Иена Чалмерса, который стоял у самых истоков организации Кокрейновского сотрудничества, после того, как еще в 70-е годы Арчипальд Лемон Кокрейн говорил о том, что это нужно сделать, но понадобилось минимум одно поколение, чтобы идеи вызрели в обществе, и, наконец, в 93-м году на базе Оксфордского университета, под эгидой Иена Чалмерса и того, впервые сделанного легендарного обзора о роли кортикостероидов. Неврологический дефицит, морфологический вариант и генетический подтип опухоли также имеют колоссальное значение. Объем, количество, локализация поражений. Мы знаем, что чем больше метастазов, тем сложнее их лечить. Массоэффект и активность экстракорниального процесса. Это, конечно, пациент, который распространенный, с поражением висцеральных органов. Конечно же, все сложнее лечить и функционально, и технически. Шкала прогнозов. Мы все знаем, что на данном рисунке, на данной таблице представлены встречающиеся, в общем-то, в принципе, и сейчас активно использующиеся шкалы прогноза для оценки эффективности. Ну, тут достаточно они несовершенны, в общем-то, как, наверное, все. Но общеприняты ГПА, конечно же, классификация оценки эффективности и медиана выживаемости представлены на слайде. По данной шкале ГПА можно разделить, в общем-то, в принципе, пациентов и можно определить, прогнозировать, скажем так, ожидаемую продолжительность жизни. Какие же варианты лечения существуют у пациентов с внутримозговыми образованиями? Ну, мы знаем, что испокон веков, уже в том веке, это было у нас облучение всего объема головного мозга. Хирургическое лечение плюс-минус облучение всего объема головного мозга тоже имеет право на жизнь. Хирургическое лечение и локальное лечение, наверное, в настоящее время сейчас наиболее оптимальное и наиболее, в общем-то, пропагандируемое и наиболее приемлемое. Стереотоксическая радиохирургия, таргетная химиотерапия. Химиотерапия отдельно, в меньшей степени, конечно же, используется. И симптоматическое лечение, которое по тем или иным причинам мы не можем провести лечение пациентов. Выбор методики зависит от предполагаемого прогноза, как мы с вами знаем, выживаемость, локальный контроль, профилактика, сохранение нейрокогнитивных функций. Вот это, наверное, основной гайдлайнс АСКО 2012 год, на основе которого мы можем, в общем-то, в принципе, определить зависимость от объема локализации, объема метастаза. Мы можем, в общем-то, в принципе, и предположить и вывести то или иное лечение. Либо это, когда множество метастаза, также мы можем предположить. Это, наверное, основополагающие работы, основополагающие гайдлайнс. Но это был 2012 год. Все меняется, в общем-то, подходы меняются в лечении, и тактика лечения меняется. Исследование тоже самое 2012 года, достаточно такое древнее. Тем не менее, мы видим, что хорошие результаты выживаемости, когда идет химиотерапия, хирургическое вмешательство, либо это стереотоксическая радиохирургия, либо это объем, облучение всего объема головного мозга. При раке молочной железы достаточно высокий показатель выживаемости. Проблемы при проведении лучевой терапии. Отбор пациентов. Дозы, от которых мы зависим, от которых мы лимитированы. Мы знаем, что толерантные дозы для внутримозговых органов и структур лимитированы. И четких рекомендаций, в общем-то, в принципе, нет. Хотя, конечно, Ассоциация онкологов России нам дает, нам регламентирует тот или иной подход. Выбор режима фракционирования. Наверное, вот это, наверное, важный вопрос. И, наверное, важная проблема, как мы должны лечить пациента. Какую дозу должны дать, какой объем должны облучать. Такое базисное исследование было в Игельбауна. Это был разный режим фракционирования. Были выделены 15, 18, 24 ГРЭ. И мы видим, что локальный контроль 12 месяцев, когда разовая доза 85%. Наверное, из этого исследования вытекают все остальные работы, связанные по радиохирургии. Когда режим фракционирования наиболее оптимальный, наиболее лучший, в зависимости от размера непосредственных очагов, от критических органов и структур. Работа американских авторов регламентирует то, что когда меньше 10 кубов облучается объем головного мозга, в общем-то, в принципе, в В12 вероятность радионекроза возникает в 60%. Но когда В10, 10,5 кубов или В12, 7,9 кубов, наиболее предпочтительно приведение именно гипофракционной методики облучения. И вот В12, В10, наверное, в общем-то, в принципе, это критерий, когда мы можем говорить о гипофракционировании, либо о однократном облучении. Об этом мы говорим, что факторы, коррелирующиеся с развитием радионекроза – это доза. Одновременно химиотерапия способствует развитию радионекрозы и объем облучения головного мозга, получающий определенную дозу. В предыдущем слайде мы говорили, что В12 меньше 10 кубов. Это исследование группы авторов показывает то, что если увеличить, если эскалировать дозу до 30 грей, показатель локального контроля выше. По сравнению с 25 грейми при пятикратном 5 фракций за постоянное совершенствование украинского сотрудничества, разработка достоверной и доступной медицинской информации, свободной от коммерческого спонсорства, что очень важно, и других конфликтов интересов, чтобы это не было. Режимы исследования, разные объемы облучения, локальный контроль, риск развития радионекрозов. Мы, в общем-то, в принципе, видим, что наиболее предпочтительный режим облучения – 7 фракций по 5 грей. Локальный контроль возникает почти 67%. И также вопрос с радионекрозом. 2019 год. Сейчас 2019 год, и, в общем-то, американские авторы и канадские авторы суммируют то, что мы знаем. Показывают нам трейл 24 исследований по 2018 год. И они, в общем-то, в принципе, разделяют вот это исследование 90-0-5. Но две группы были разделены, пациенты, в зависимости от объема 14 кубиков больше или меньше 14 кубиков. И они анализируют сводные таблицы по объему, по распределению, по медиане наблюдений. В результате этого метаанализа, крупного метаанализа этого года, что мы видим, что мы можем посмотреть и что мы можем оценить? Мы видим, что когда применяется однократная фракция, одна фракция, сигнал-фракция, вероятность локального контроля получается 77%. По сравнению с 79%, когда мы говорим о мультифракционировании. Также вопрос о вероятности радионекроза. Когда мы говорим о однократном лучевой терапии радиохирургии, вероятность радионекроза возникает порядка 12%. По сравнению, когда говорят о мультифракционировании, вероятность радионекроза в два раза ниже. Такой еще метод радиохирургии в настоящее время достаточно активно используется. Группа авторов из Италии. 289 пациентов было. Достаточно большая группа на самом деле. Три фракции по 9 грей при объеме больше 2 см. Было показано, что когда идет мультифракционирование, когда идет мультифракционирование 164 пациентам, показатель локального контроля выше по сравнению с группой пациентов, в которых была видна однократная лучевая терапия. Так же, как и вероятность развития радионекроза, когда идет однократное фракционирование, однократный режим, то вероятность радионекроза выше по сравнению с тем, когда использовали многофакторный анализ. И хочется поделиться с нашим опытом. Мы не так давно стали заниматься этой методикой, поэтому это предварительные данные. В основном, конечно, это у нас режим гипофракционирования. 72 пациента было пролечено за 2 года. Женщин было больше по сравнению с мужчинами, 38 пациентов. Распределение по группам прогноза, по степи, по нозологиям представлено на слайде. Преимущественно, это, конечно же, пациенты с немелкоклеточным раком легкого и раком молочной железы. Также другие локализации тоже встречались. Методика облучения, какая использовалась. Режим фракционирования более мягкий мы использовали. Режим гипофракционного облучения. 6 ГРЭИ-5 фракций, либо 8 ГРЭИ-3 фракции. И 4 ГРЭИ-10 фракций. Большинству пациентов было, в общем-то, в принципе, реализовано. Из этого предварительные данные достигнуто улучшение состояния у 54 пациентов. Состояние изменилось у 18%, у 13 пациентов. И у 7 пациентов состояние ухудшилось. По разным причинам, в том числе и от основного, в общем-то, в принципе, заболевания. Что касается локального контроля, в общем-то, в принципе, все пациенты были проанализированы. Это предварительные данные. В дальнейшем проводятся сейчас исследования, проводятся, набираются группы и анализируются. Спасибо большое. Спасибо большое. Какие будут вопросы? Пожалуйста. Павел Челябинский, уважаемый Илья Андреевич. Скажите, пожалуйста, как Вы считаете, при выборе дозы фракционирования Вы должны учитывать первоначальный иммуно-танистотип опухоли? Да, то есть рак молочной железы и рак, и колоритальный рак, например, они по-разному радиусе. Но есть все-таки объем опухоли – это наш главный фактор выбора. Спасибо большое за вопрос. Естественно, конечно, мы должны учитывать гистотип опухоли. Так как при раке почки коллеги из Института Бурденко показали, что необходимо эскалировать дозы и необходимо увеличивать. Но если мы знаем, конечно, что это рак молочной железы, да, или бы это рак легкого, она чувствительна к лучевой терапии. И мы тут не увеличиваем те фракции, которые, в общем-то, в принципе, предписаны. Когда говорим о радиорезистентном образовании рака почки, либо это меланома, конечно, эскалируем дозы. И в данном случае у нас был один пациент, когда мы облучали меланому, у нас был режим фракционирования 8 грей, не 3, а 4 фракции мы подвели этому пациенту. Естественно, это мы учитываем. Спасибо большое. Еще вопросы, пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо за очень интересный доклад. Елена Александровна, Санкт-Петербург, Институт онкологии. Скажите, пожалуйста, Вы используете повторное облучение при продолженном росте? Если да, то какие режимы? Спасибо большое. Хороший вопрос. Да, мы используем повторное облучение, но, как правило, облучение не в зоне облучения, как правило, оно дистантной метастазы. Когда в зоне облучения, проблема, наверное, скорее всего, с планированием. Мы анализируем, у нас было несколько человек таких, режим фракционирования такой же, то же самое, мы те же самые дозы используем. 8 грей – 3 фракции, либо это 4 грей – 10 фракций, у нас 2 человека были с продолженным ростом там же, но сложно сказать, либо это дистантный был метастаз, либо это краевой, вероятный было, скорее всего, краевой. Как правило, в том же месте, где мы облучаем, это не глиобластома, это метастаз, оно, как правило, не растет. Но повторное облучение имеет право, и мы проводим. – Еще вопрос, пожалуйста. Можно мне тоже задать? – Вы упомянули о том, что вы используете два режима для гипфракционирования. Как вы все-таки, вот вы уже начали объяснять, кому какую, или это просто вы рандомизируете как-то, или как вы выбираете? И первое, второе – разница с точки зрения локального контроля и радионекрозов между двумя режимами, которые у вас его использовали. – Спасибо большое, Андрей Владимирович. Ну, мы только начали, в общем-то, в принципе, это исследование. Конечно, мы смотрим функциональное состояние пациента. В первую очередь, насколько пациент адекватен и насколько он может провести то или иное решение. – А как это влияет на выбор фракционирования? – Это влияет. Почему? Потому что, как правило, пациент к нам приходит в системной химиотерапии. И сроки системной химиотерапии регламентированы. То есть, в дальнейшем он уходит к химиотерапевту. И если мы растягиваем лучевую терапию по 4 грея и 10 фракций, это 10-2 недели плюс еще планирование, а ему уже надо проводить химиотерапию, конечно же. И естественное количество очагов. Естественно, и объем очагов. Если маленькие очаги… – Это зависит от нагрузки на здоровую ткань. – Да, да, да. И второй вопрос по поводу… – Разница в контроле и в некрозах? – Ну, скажу, вот по нашему опыту, ПЭД с метионином в меньшей степени мы делаем для таких образований. В меньшей степени. Наверное, это неправильно. В основном мы контролируем по МРТ. – А не, а разница между нагруппами? – Есть ли или нет? Мы не анализировали, и я не могу сказать. Мы видим радионекроз, мы видим распад. Думаем, что это растет опухоль. Проходит какое-то время, все это уменьшается. Спасибо. Спасибо.